Что еще для нашего здоровья очень важно? Для нашего здоровья очень важно, какую пищу мы употребляем. Пищу уже конкретную для нашего тела. В этой пище на первом месте стоит воздух. Если человек немножко не подышал, он умирает быстро. Самый первый – это воздух. Я еще могу без пищи прожить. Вот я, самое большое, у меня было 12 дней не вкушал пищи. 12 дней не вкушал пищи. Я приехал в Уренгой, то есть в Нижний Тагил приехал. Вы знаете, я даже представить не мог. В воздух бурмалиновый я насчитал 12 цветов. Не считая прямых цветов, желтый, зеленый, а еще смешанные, бурмалиновые какие-то. Я спрашиваю, говорю, а это что сегодня случилось у вас? Они говорят, так это наш воздух обычный, мы им дышим каждый день. Воздух. Сразу в клетке все. Все клетки уже находятся в ненормальном состоянии. И, конечно, второе – это вода. Какую воду мы с вами пьем? Вот каждый день человек должен пить чистую воду, чистую воду. Он должен каждый день пить чистую воду. Не кипяченую. Если мы накипятили воду до 100 градусов, вода мертвая. Вода мертвая. Поэтому мы должны пить воду чистую. Организм не любит холодное, не любит горячее. Он любит теплое. Очень хорошо тепло, когда человеку. Когда жарко плохо и холодно плохо. И когда человек пьет, вкушает пищу холодную или очень горячую, очень плохо. Поэтому нужно не кипятить до 100 градусов в воду. Нельзя кипятить. Во всем мире никто не кипятит до 100 градусов в воду. Сегодня чайнички существуют. Где-то там 90 градусов, 80 градусов. Я здесь живу, в городе 9 лет уже. Я пью из-под крана в воду. Из-под крана в воду пью. Все. Если я ее согреваю, но никогда больше 90 градусов не согреваю. Никогда. А так 78 градусов. Все. Воду пить надо обязательно. Когда мы с вами только просыпаемся, сразу нужно утром выпить полстакана хотя бы чистой воды. У нас воды очень много. Под Саровым огромное озеро. Огромное, чистое, прикристально чистой воды. Наверное, не случайно там образовался монастырь. У нас под городцом огромный водоем воды. Чистой воды. Я теперь знаю уже тайну совершенно. Под нашей Волгой еще идет река чистой воды. Под нашей Волгой идет еще одна вода. Чистейшая, хорошая вода, которую можно пить и употреблять. У нас очень много источников, очень много ключей, родников всяких. То есть воды в России много очень. Одно озеро Байкал 24% всех мировых запасов воды, которой нужна пресная вода. Замечательная вода. Поэтому вот пища наша, это пища та, которую мы употребляем. Но здесь воздух, вода очень важна. Но здесь важно для нас, пища, вода и воздух важно, что мы едим. И что мы пьем и чем дышим. Второй момент, как мы это делаем. Как мы это едим, как это мы делаем. Дальше, сколько нам нужно есть? Сколько нам есть нужно? Сколько мой организм вместит или же нет? И когда нужно есть? В какое время? В любое время, когда я хочу, тогда и ем. Или же не совсем так? Чество воды и пищи, это качество и потребность наших клеток. Пища и вода, которая в магазинах продается, она прошла обработку. И консерванцию. Вот это очень важный момент, что вы знали. Каждый продукт, который продается, включая воду в магазине, он обязательно имеет консервацию, чтобы не портиться. Вот это самый принципиальный момент. Теперь задаем вопрос. Смотрите, человек, который делает этот продукт на заводе, на фабрике, например, или же просто частный какой-то предприниматель, он закладывает туда консервант, чтобы этот продукт не портился. Нужен ли моему организму, моим клеткам этот консервант? Он не нужен. Вот где весь смысл. То есть я сейчас куплю в магазине воду, в которой есть стабилизатор, чтобы она не портилась. Это вода. А теперь этот стабилизатор или этот консервант будет во мне находиться. Он начнет оказывать на меня влияние. То есть всякая пища, которая продается через розничную продажу, розничную сеть, она обязательно имеет консерванты. Обязательно. Поэтому мы должны с вами хорошо понимать, что это такое. Пищу надо съесть и не доедать вчерашнюю. Вот я всем даю совет такой. Никогда не доедайте пищу, которая осталась у вас, когда вы ели вчера пищу или позавчера. Даже чай. Вот мы налили воды, попили чай, вода осталась. Воду вылети, не надо второй раз купить. Третий раз купить. Не надо. Не надо доедать ничего. В мире никто не доедает, кроме нас. У нас борщ на пятый день самый хороший. Потому что раньше он никак не созрел еще, понимаете. А вот на пятый день, ну просто то, что надо, понимаете. Это только в России такая ситуация. Да. Да. Один знакомый мой в 90-е годы пригласил двух американок. Две сестры американки пригласил в Иваново. Он говорит, я буду жениться, я вас приглашаю. Он был в Америке. Он учился там в Америке. И вот он сошелся с двумя пожилыми женщинами. И они вот приехали на его свадьбу. И когда они здесь побыли, дня два, три побыли, они уезжали, их спрашивают, ну что вам здесь понравилось больше всего или не понравилось. Они говорят, вы знаете, нам столько еды дают здесь. Особенно нам запомнился салат. У нас такого нет. У них все разложено. Значит, хочешь ты там поесть свеклу? Свеклу отдельно, морковь. А здесь все вместе, говорит, смешали. Это, говорит, называется салат. У нас, говорит, такого нет. Мы даже такого не знали. Вот. А что еще, говорит, вам запомнилось? Еще запомнились лужи, говорит. Вообще в мире луж нет. Вот. А здесь, говорит, нам, говорит, надо было каждый день переходить, переступать лужи, говорит. Вот, говорит, такие большие лужи, говорит, такие в Иваново. Понимаете? Да. Вот они запомнили этот салат, понимаете, винегрет этот запомнили. Такого в мире не существует. Поэтому каждый человек берет все то, что нужно. Вы знаете, когда я прихожу и дают мне салат этот, да, обязательно майонеза еще тонну положат. Я думаю, господи, куда деться, понимаете? Я не знаю, куда деться от этого салата. Вот, да, вот, я ем иногда пол раза в день, иногда один раз в день максимум, да, съел яблоко и достаточно. Да, а здесь вот салат с майонезом с этим накладывать. Поэтому я прошу вас обратить внимание на это. Никогда не доедайте то, что съели, понимаете? Вот здесь у нас в Иваново сейчас живет Зоя, она приехала, здесь в городце живет Зоя, она в Иваново когда-то приехала из Германии, вот, куда она попала, из Азербайджана, когда начались, вот, оранжевая революция началась в Азербайджане, начали вырезать всех людей, русских, армян там, а ее муж был армянин, она русская, и вот она вынуждена была с детьми уехать в Германию, как беженка. И вот она там прожила, она мне рассказывала, я, говорит, была поражена, я была в китайских даже семьях, в китайских семьях, там, говорит, курицу поели, вот, немножко поели курицу, не доели, все, выбрасывают, никто не доедает ничего, все, уже покупают новый продукт, только свежий натуральный продукт, это очень важный момент. Потом, когда мы говорим с вами о пище, мы должны с вами понять, наши клетки будут употреблять такие же клетки, пища это тоже клетки, это клеточные, это живые клетки, поэтому мы должны покупать рыбу, мясо, вот, овощи, фрукты, вот, соки, клетчатку, мы должны все, вот, натуральные брать. Я сейчас живя здесь уже ни за какие деньги, ни в Москву, ни в Нижний Новгород, жить не поеду. Я не поеду в любой большой город, где люди все покупают только из магазина. Я понял, что вот здесь живя, я могу питаться нормальными продуктами, с огородов, например, даже с базара, с рынка, от тех людей, которых я знаю. Это очень важный момент. Поэтому на сегодняшний день я хочу напомнить вам, если мы едим с вами мясо, мясо, то мясо сначала, прежде чем нам продать или принести его в розничную продажу, сначала надо убить животное. Оказывается, даже животные по-разному реагируют на смерть. Например, коровы очень плохо реагируют. Они в таком ужасе, когда знают, что сейчас их убьют. Вообще вот, да, что все мясо уже есть практически нельзя. Оно в жутке, в этом стрессе нервном этого животного, понимаете. Говорят, что овцы более слабо реагируют. Считается, вот овечье мясо лучшее, баранье лучшее, потому что они более спокойны. Вот. Ужасно, да. Вот животные, вот коровы ужасно просто. И вот когда коров везут, например, в эшелонах везли на мясокомбинаты в Москву, например, животные уже знали, что они погибнут. Я был неоднократно на мясокомбинатах, видел, что делается. Уже я там и пищу эту есть не мог. Там вот эта пища, говорит, давайте попробуйте вот. А карака, там еще что-то на мясокомбинате Микояна. Я говорю, я есть не буду, потому что невозможно. Колбаса, все прочее. Я мясо не ем 40 лет. 40 лет не ем мясо. Не похудел ни на один грамм. Вот. Все совершенно так же. Рыбу ем. Но сейчас даже рыбы стало мало есть. Рыба, которая у нас поддается, она проходит 12 заморозок, пока с моря дойдет до нас. Я считал и разговаривал с рыбаками, которые ловят рыбу. Они говорят, вы правильно говорите. Нужно пройти 12 холодильников, прежде чем попадет в наш холодильник из магазина. Мы уверены в том, что какой-то холодильник не разморозился. Поэтому мы, может быть, едим уже рыбу, которая когда-то была разморожена, потом еще раз ее заморозили. Когда мы приезжаем за границу, там люди едят рыбу, вот ее прям выловили и тут же ее продают. Везде. В Албании, даже в Албании, понимаете, даже в Албании. Везде, где есть моря и океаны, все продают натурально. Очень много белка, очень много белка в морепродуктах. Замечательно. Вот морепродукты я ем с огромным удовольствием. Больше и лучше даже, чем рыбу. Рыбу сегодня сложно. Когда мы живем в России, нам нужно есть морскую рыбу. Почему нужно есть морскую рыбу? Потому что не хватает йода. йода. Если у женщины, у девушки, которая беременна сегодня, не хватает йода, рождаются дети с идиотией. Идиотия. Дети идиоты рождаются. Не то, что они там какие-то ненормальные. Они идиот. Идиотия такое есть. Понимаете? Когда недостаток йода. Недостаток йода. Поэтому сегодня нам нужно какие-то продукты употреблять. Где есть йод? Я беру иногда йод и себе мажу. Вот здесь вот запястье мажу себе. Да. Йодом. И прямо через минуту смотришь, уже нет его. Уже через минуту уже его нет. Все. Сосалось. Все. Быстро. Не хватает йода. Дефицит йода. Дефицит йода идиотия начинается. Понимаете? Вы очень... Поэтому всегда помните, что мясо надо животное убить. Потом мы едим мертвежатину. А чтобы ее нам не тошно было есть, нам ее посыпают перцем, солью, выварим, понимаете, и так далее, и так далее. Поэтому каждый раз надо понимать, что мы едим. Овощи, фрукты, соки, клетчатка. Все замечательно. Я прошу вас, просто умоляю вас. Нужно очень много есть продуктов, которые у нас здесь растут свекла, очень много моркови, очень много лука. Много нужно есть. И когда весной только весна начинается, ранняя-раняя весна, появился чеснок, все. Не ешьте, объедайтесь. Просто объедайтесь. Я в это время... Он такой удивительный, легкий, молодой чеснок. Ешьте его сколько угодно. Потому что все закладывается в нас, нам нужны витамины, нам нужны для организма нашего вот эта клетчатка, все, овощи, фрукты, соки. И когда уже совсем, мы уже тогда едим вот рыбу, рыбу едим. Очень хорошо рыбу. Но как я сказал, есть рыба морская, а есть рыба речная. Фасоль, фасоль полностью заменяет мясо, фасоль. Но у нас, я вижу, в России многие продукты не приняты есть. Почему-то нет к ним интереса. Я вот вижу, мало едят фасоль. Если я был в Грузии, например, в Грузии, там просто все закавказские народы без фасоли вообще ничего не едят. Она у них везде присутствует буквально, понимаете? Бобы, фасоль, постоянно. Пища должна быть натуральной. Вот это очень важный момент. Молоко, которое мы пьем, коровье молоко, через 10 минут теряет свои качества. Коровье молоко. Самое лучшее молоко козье. Козье, оно очень долго. Ценный продукт, ценнейший молоко. Я вот люблю очень козье молоко. Замечательно. Замечательно молоко. Вот. Поэтому у нас здесь возможность есть с грядки, с огорода, с сада и так далее. Вот. Или пища с базара и с рынка. Вот. Но хорошо бы очень, чтобы мы с вами имели каких-то знакомых, которые продают эту пищу, и мы у них покупали, чтобы мы были знали, что эта пища качественная. Я недавно собрал всех глав администрации наших, 13 районов, которые входят в нашу епархию, и сказал им о том, что сегодня вот Сноуден сделал заявление Сноуден. Вот. Вы знаете, это человек из органов, из СРУ Соединенных Штатов Америки. Он живет сейчас в России. Он знает много тайн. Вот. И человек здесь привез эти тайны. Вот. И он недавно сделал выброс такой, что все продукты, которые нам поставляют из Америки и Соединенных Штатов Америки, все эти продукты вводят в них паразитов специальных, в мясо, особенно в рыбу. Вот. И эти паразиты страшные. Никакой борьбы с ними невозможно. Человек превращается в овощ. Через 7 лет этот паразит доходит до мозга. И поэтому сегодня такое огромное количество у нас инсультов. На самом деле врачи ставят инсульт всем, кто умирает вроде бы вот, скажем, от кровоизлияния мозга. На самом деле это не инсульт, а вот эти паразиты, которые сегодня нам дают вот эта некачественная пища. Что делают даже американцы, когда нам дают сегодня химические удобрения, они уже туда вот эту гадость уже туда даже закладывают. То есть, чтобы мы с вами удобряли нашу почву, удобряли наши, скажем, продукты, которые растут на этой почве, для того, чтобы мы уже имели некачественные продукты. Поэтому очень важно. Сегодня борьба идет не на уровне взрывов бомб, не на уровне вот этого, а идет на уровне продуктов питания. Первое – продукты питания, второе – информация. Какую информацию нам дают? Как я вам уже сказал, какие фильмы показывают, какую дают информацию. И продукты питания никуда не годные. Когда покупаем продукты питания, хотя бы обратите внимание на ешки. Но сегодня, сегодня нонсенс в России. Малюсенькими буковками, мелкими. Какая бабушка прочитает? Какой дедушка прочитает? Такие малюсенькие буковки, что в этом продукте находится? Это невозможно разобрать совершенно. Это же явное вредительство, понимаете? Да, вредительство явное. Для того, чтобы мы не знали, чем нас кормят и чем нас поют. Всякая ешка вызывает у нас онкологию, чтобы мы знали онкологию. Поэтому мы должны понимать, что это такое. очень важный момент, откуда пища. Пища должна быть там, где мы живем с вами, в радиусе 50 километров. 50 километров, где мы живем, вот этой пищей мы должны питаться. Все, что вне, уже организму нашему трудно принимать. А когда везут нам продукты из Америки, из Аргентины, когда везут нам из Бразилии продукты, как будет принимать наш организм эти продукты. Потом, как я вам уже говорил, чтобы их доставить в целостности сюда. Это же нужно их так законсервировать, чтобы они не испортились по дороге. Когда везут нам бананы, срывают их зеленые бананы. Их зеленые срывают. Когда корабль приходит, на три дня оставляют корабль на месте, запускают газ, газ запускают. И три дня эти бананы с газом. Через три дня они уже принимают товарный вид и могут уже иметь возможность быть продажи. Тогда мы их покупаем, как будто они у нас только что выросли. На самом деле их откуда привезли. И второй момент их, скажем, уже с газом обработать. Поэтому пища должна быть из того региона, где мы с вами находимся. Вот какая пища нужна человеческому телу? Какая пища нужна человеку? Вот это очень важно. Душе, интеллекту. Живым клеткам нужна пища клеточная. Наша белок и так далее. Вот это очень важно. Поэтому сегодня я хочу вам сказать второй момент. Пищу. Или пищу мы варим, или мы парим ее на пару, или жарим, или едим сырую, или сушим, или консервируем. Вот это тоже очень важно. Поэтому все, что мы сделали, все, что добавили, пожарили, обжарка пошла в нас. Вот сварили – хорошо, попарили – хорошо, сырую едим – хорошо, сушим – хорошо, вот консервируем и так далее. Все это отражается. То есть сырое, свежее, свое, сезонное – вот это идеально. И от своих. Сырое, свежее, свое, сезонное – от своих. Вот это замечательно. Вот это очень хорошо. Сколько нужно есть пищи? Каждому из нас достаточно знать норму. Норма наша – это наша ладошка. Вот мы ладошку так сделали, вот это наша норма. Сколько мы за раз должны съедать? Вот у каждого из нас так. Мы можем есть часто 2-3 раза в день, 10 раз в день, но не больше вот того количества, которое есть. Почему сегодня люди полнеют и так далее? Вот. Ну, я, у меня, моя полнота совершенно другая связана с другим. Я просто 6 дней не пил воды и не ел пищу, и не пил воды. Вот я никому этого не советую сделать. И через месяца 2 у меня сразу 20 кг веса прибавилось. Вот у меня только вот здесь. А что это такое? Это держит организм воду. Он ее никуда не отпускает в воду. Он боится, что я еще раз его накажу и без воды будет. И организм сам уже держит в себе воду. Поэтому мой вес совершенно другой. У меня веса никакого не было. 72-73 килограмма был вес. А сейчас 92-93 килограмма. Это за счет того и воды, которая здесь вот держится у меня. Поэтому, когда мы говорим количество пищи, ладошка должна вот, вот, но можно часто есть. Вот. Как мы должны пищу есть? Я вас умоляю просто. Я не прошу вас, а умоляю. Пищу нужно пережевывать минимум 20-25-30 раз. Каждый кусочек, который мы положили с вами в нашу полость рта, мы должны проживать 20-25 раз. Если вы будете вот это делать, вы будете здоровыми, нормальными людьми. Мы не утки. Нельзя кидать куски, кидать в организм. Почему быстро болеют, быстро заболевают студенты? Портится зрение и портится здоровье. Если сегодня сделали бы тотальную диагностику наших студентов и школьников, то страшно подумать было бы. Они уже не готовы ни для какой брачной семейной жизни. Потому что все уже испорчено. Ну, зрение, ладно. Но что внутри делается? Что внутри? Какие продукты мы употребляем? В том числе эти продукты сказываются на половой функции. Это очень важный момент. И вот пережевывать надо 20-30 раз. Когда едим? Когда едим? Желательно после шести часов вечера не кушать пищу. Желательно. Я наблюдаю за птицами. Вот сегодня я уже готовился идти к вам сюда, навстречу готовился и все время смотрю в окно. Как только чуть-чуть смерклость, птицы уже не употребляют пищу. Хотя насыпана пища. Я им насыпаю. Они уже не употребляют. Это я просто экспериментирую. Когда не едят? То есть, как начинает день заканчиваться, все. Животные, птицы не употребляют пищу. Есть ночные животные. Это совершенно другая тема. Это другая тема. После шести часов организм наш уже все готовится ко сну. И когда мы ему даем пищу, организм не отдыхает. Ему нужно переварить пищу. Вы не представляете, сколько энергии уходит на то, чтобы переварить пищу. Вы не представляете, сколько энергии уходит, чтобы переварить информацию. Это немыслимо. Сколько энергии нужно? Причем, я должен сказать вам, что под каждый вид работы нужна своя пища. Если мы работаем шахтерами или работаем, скажем, в цехе, где нужна физическая большая сила, там нужна и пища другая совершенно. Когда мы занимаемся интеллектуальной работой, нужна другая пища. И мы знаем с вами, нужно, например, грецкий орех. Смотрите, две половинки, точно наш мозг. Две половинки нашего мозга. Грецкий орех явно совершенно. Совершенно явно. Красная морковь явно для крови. Свекла прекрасна. Понимаете? Поэтому нам нужно вот это. Так как мне приходится много еще заниматься медициной, я вам скажу, вообще центр нашей жизни кровь. Качество крови. Во всех народах всегда это было так. Это вот сегодня изменилось. Новая медицина появилась. Понимаете, ешьте больше. Вот. И так далее. Да. А всегда считалась кровь. Какая кровь? Поэтому для крови что идет? Какие продукты для крови? Какие продукты укрепляют эту кровь? И вот кровь очень важна. Работа сердца нашей. Последнее, что умирает в человеке, это сердце. Как сердце только умерло, все остановилось, человек прекращает свою жизнь. Душа выходит из тела. Поэтому мы должны с вами понять, что вот лучшее время, когда мы с вами до шести часов кушать. Очень хорошо. Утром можете есть сколько угодно. В течение дня сколько угодно. Вот. А вот после шести часов нежелательно есть. Нежелательно. Нежелательно. У меня есть очень близкий мне человек, граф Шереметьев, Петр Петрович. Он живет в Париже. Я с ним часто встречаюсь, встречаюсь. Вот. И вот я его спросил как-то, говорю, вот как вы питаетесь? Он говорит, я 40 лет не меняю одежды. Он говорит, вот как палка. Ну, выше меня ростом, естественно. Наверное, за метр восемьдесят пять у него. Он высокороста, интеллигентный. Тонкая кость такая, красивая. Молодой он был, красавица, видимо, такой, да. Но он сейчас интересный очень человек, да. И худой, совершенно худой. Я говорю, как вы вообще питаетесь? Вот. Он говорит, я утром выпиваю или маленькую чашку чая, или кофе утром выпиваю и съедаю маленький бульверот. Все, больше целый день не ем. Никакой пищи. И когда прихожу вечером домой, я опять съедаю, может быть, кусочек бекона съедаю маленький. Еще также выпиваю чашечку чаю. Вот пища моя всю жизнь. Ну, говорит, когда я приезжаю в Россию, здесь обжираловка. Я, говорит, не знаю, что делать. Здесь столько едят. Сколько едят в России? Он говорит, зачем? Столько едят. А пьют-то сколько, говорит. Сколько пьют? Я помню, как-то он ко мне приехал в Иваново и принесли, пошел, отправил людей, говорю, купите коньяка. Когда принесли коньяк, этот, мы сели поесть, ужин вечером. Он говорит, отец Августина, я, говорит, попробую сначала его. Он попробует, давайте не будем его пить, это не коньяк. Он говорит, это не коньяк. Вот он в Марокко родился, живет всю жизнь в Париже. Вот он говорит, это не коньяк. Все, мы это отложили. Я даже позвонил на следующий день в магазин, говорю, вы продаете не коньяк, это не коньяк. Да. Они согласились, они говорят, да. Мы, говорит, согласны с этим. Ну, вы единственные, кто к нам родился.